Лотос как символ чистоты и просветления встречается во многих культурах мира. В Приморском крае период цветения этого пресноводного растения недолгий, поэтому каждый год места, где можно встретить водяную лилию, становятся популярнее обычного. Одно из уссурийских лотосовых озер находится в четырех километрах от села Дубовый ключ. Последние годы этот водоем стал самой большой плантацией растения в Приморском крае и составляет около трех гектаров. Самая большая плантация раньше находилась на Ханкайском заповеднике, в районе Лузаной Сопки, у разливов ливы. Но вот эта беда, которая случилась, и четыре года ханку затапливала, пять лет поднималась вода на уровень, пострадали лотосы. Именно оттуда 15 лет назад привезли семена, чтобы вырастить здесь плантацию. В этом году лотос сильно разросся, но управление базы отдыха радуется, ведь капризное растение приживаться стало не сразу. Посадили, на третий год у нас появился, четвертый год, цветочки. Он вроде растет, а как бы какой-то он хиленький такой, мы ничего понять не можем, как бы не специалисты были, занимались, только занимались. Казалось же просто, там камень, нету питания, и глубина идет села мелко, а потом сюда два с половиной метра. В этом году раскрылось более 70 тысяч цветков. Одновременно можно увидеть полсотни тысяч бутонов. Из-за разницы глубины водоема сезон лотоса длится дольше, чем везде. Пока на мелководье лепестки облетают, на глубинах бутоны только начинают распускаться. Сезон цветения лотоса в Приморском крае начинается в конце июля и заканчивается в середине августа. Так что увидеть это уникальное зрелище нужно поспешить. В Приморском крае лотос можно встретить в Артеме, Славянке, Кировке, Спасском районе. Еще один уссурийский водоем с этим краснокнижным цветком расположен на Междуречье. Сюда приходят полюбоваться жители всего города. Тем, кто не успел насладиться этим чудом природы, нужно поторопиться. Через две недели последние бутоны начнут облетать.